Он родился в станице Хамкетинской. На момент мобилизации жил в Сочи и работал машинистом-дизелистом на электростанции. Был призван на фронт в первые дни войны, летом 1941-го, и погиб год спустя. С тех пор о судьбе солдата не было известно, и лишь в этом году его останки были найдены поисковиками города Северодвинска. 4 ноября они были торжественно переданы для дальнейшего перезахоронения. Несколько дней назад стало известно и о том, что у родственников погибшего воина также удалось найти. Для них это будет большая радость и большое торжество узнать о том, что один из их предков – герой, который сегодня возвращается в ряды бессмертного полка. Как отмечают представители поисковых отрядов, найти медальон или личные вещи погибшего воина удается далеко не всегда. Ведь именно по ним можно установить личность солдата. И уже потом с помощью архивов разыскать родных и близких. Именно так и случилось на этот раз. При останках был обнаружен медальон Григория Николаевича Некрасова, его штатная капсула и походная ложка. Он действительно вернулся на свою родину. И 9 декабря, в День Героев Отечества, он будет торжественно захоронен со всеми воинскими почестями в вокзальном районе на нашем мемориале. Добавлю, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 19 тысяч сочинцев. Каждый четвертый погиб.